В Мариуполе я работала в Гале Балуванной. Это лепила пельмени, вареники. Рекомендовали уехать. Мы, говорит, будем все равнять землей. Почему вы здесь сидите? С ребенком вы здесь сидите. Уходите отсюда. Я каждую ночь выходила, плакала. Я не знала, что мне делать, как мне уехать оттуда. Потому что я не хочу жить в этой стране, где все в крови. Я до последнего хотела в Украину, но мы в таком районе жили, что невозможно было попасть на сторону Украины. И ехать через весь город очень было опасно, потому что нам надо было проезжать через этот Азовсталь. А они его брали штурмом постоянно. Ну, бомбили. И заставляли одевать вот эти белые повязки. Типа ДНР, мы за ДНР. И мы же шли точно так же с белыми повязками, потому что они могли нас и пристрелить. Привозят нас в этот отдел МВД. Откатывают пальцы. Все фотографируют, но без табличек. В России уже с табличками нас фотографировали, как преступников, поняли? Мы же, как украинцы, мы платили военный сбор 8 лет зарплаты. Процентом платили. Почему вы платили эти деньги? Из-за этих денег нас обстреливали. Нас привезли в Таганрог ночью на вокзал в 11 часов. Сказали, вот ваш поезд на Астрахань. Говорит, не хотите, вот вам билеты идите, покупайте на ЖД вокзале, куда хотите, туда и едьте. У меня истерика, я плачу. Потом малая плачет. А что нам делать оставалось? Мы сели в поезд и поехали вот в Астрахань. Сутки ехали. Мне пришлось врать, поддакивать, потому что я боялась говорить правду там. Это же украинцы вас обстреливали, мы же вас освободили, мы спасли, вас же прищемляли. Там у вас было оружие, что вы типа партизаны, вы сюда приехали, а на самом деле вы украинцы. Как в подполье, получается, вы приехали сюда. Забирают паспорт у нас и дают книжечку временную, и мы с ней можем работать. А без этой книжечки я не могу никуда устроиться на работу. Я пыталась, они говорят нет. Я не знала, где мне взять деньги, чтобы уехать из России. Я понимаю, что здесь безопасно. Я знаю, что это страна НАТО, что Путин сюда не сунет нос. Все равно у меня душа болит. Я как везде хорошо, но дома лучше. Очень хочется все равно вернуться в Мариуполь. Но я не хочу возвращаться в Мариуполь, если он будет ДНР или Россия. Я туда не вернусь. Если это будет Украина, я вернусь. Субтитры создавал DimaTorzok